Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видеоразборе я хочу показать вам интересную, креативную, современную тему на WordPress под названием Hazel от разработчиков Template Monster. У меня была задача для клиента создать на фоне демо-контента данного шаблона сайт по услугам. И я решил для вас в видеоформате разобрать, как я это сделал, и заодно показать все эти моменты. После этого видео вы сможете уже с большей уверенностью самостоятельно повторить за мной и пересобрать эту красивую тему под себя, со своим контентом. Итак, давайте начнем знакомиться с темой Hazel. Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress Итак, давайте знакомиться с темой. Перед вами сейчас открыта страница на демонстрацию темы Hazel. Как я уже говорил, разработчики Template Monster. Тема, естественно, платная. Эта ссылка и вообще все ссылки, которые будут нужны к этому видео, я оставляю в своей статье на своем сайте fedorvasiliev.com. Соответственно, ссылка будет на мою статью под этим видео. Тема имеет несколько макетов. Также и кнопка демо. Вот всего получается 16 штук. Чтобы посмотреть, вы можете просто нажать на кнопку под экраном и посмотреть во всей красе. Мы будем разбирать конкретный вариант. Вот этот вариант номер 9. Так как я его разбирал для клиента своего. Итак, я нажимаю на кнопку. Давайте посмотрим, как выглядит тема и что она из себя представляет. Она из себя представляет лендинг. Красивый, с красивым слайдом. Просто можно прокрутить вниз. Одностраничник. Ну, почти. Есть еще у нас здесь менюшка блок. Но в рамках задания блок мы убираем. Нам нужно сделать именно одну страницу лендинг пейдж с прокруткой. То есть, вот мы нажимаем на менюшке. Нас прокручивают для нужных блоков. Такой дизайн серо-белый. Также можете посмотреть и мобильный адаптивный дизайн. То есть, как смотрится на мобилке. Передо мной стоит задача использовать этот же слайдер. Естественно, поменять название. Все на свои. Кнопка должна прокручивать вниз до нужного блока. Использоваться будет всего два слайда. И общая концепция слайда будет сохранена. Только будет заменена картинка. Общая вот эта картинка слайда мужчины на, соответственно, другую картинку. Некоторые блоки будут удалены. Так как им не нашлось применения. Блок, допустим, вот этого портфолио. Будет тоже несколько изменен. Будет продублирован ниже. И это мы все в дальнейшем будем с вами проходить. Отзывы также будут оставаться. Форму мы убираем. Она нам не требуется. И вместо вот этих вот моментов здесь будет у нас аккордеон. Стоять с вопросом-ответами. Подвал, социальные кнопки. Тема не переведена на русский язык. Ну, в принципе, мы можем воспользоваться браузером Chrome. Если нам что-то непонятно в админке, чтобы у нас были переводы. Но у нас есть штатные моменты, штатные фразы, которые надо обязательно перевозить. И у нас, к счастью, в теме есть возможность без сторонних плагинов, без того, чтобы ковырять файлы локализации, да, прямо в теме менять некоторые фразы на свой язык. Из чего состоит весь сайт? То, что мы с вами наблюдали сейчас в демо-версии. Вы же должны понимать, что это не один шаблон, то есть не одна тема. В связке у нас используется конструктор страниц, к сожалению, не Elementor. В ВП Бекере. Ну, для кого-то, возможно, это даже плюс, если вы привыкли этим конструктором пользоваться. То есть контент мы конструируем в связке с нашей темой Hazel через ВП Бекере. Также здесь используется плагин для WordPress портфолио. Также есть дополнительные аддоны для ВП Бекере. И, соответственно, вот этот красивый, самый мощный слайдер, который вообще существует на WordPress, Revolution Slider. Он тоже у нас здесь используется. При покупке темы у автора вы получаете весь этот набор, пакет с плагинами вместе. И можно быстро установить быстрый старт. И все сразу это установится. Останется только отредактировать контент под свой. Ну, там, поднастроить то или иное в этой теме, что нужно. Итак, у меня чистая установка. Установил свежий WordPress, голый. Пока что ничего здесь нет. После покупки у вас будет примерно вот такой архив. Давайте рассмотрим. У вас будет Hazel, Chilled, дочерняя тема. Просто тема Hazel. Информация об обновлениях. Ресурсы. Там, PSD, исходники для Photoshop, чтобы отредактировать какие-то элементы. Обычно такими я не пользуюсь. Обычно мы используем что-то свое. Плагины, которые я уже озвучил, которые будут включены. Документация. Файл документации на английском языке. И демо-контент, который нам понадобится, чтобы мы сразу развернули сайт. Сайт, экономя наше время, отредактировали сайт под себя, заменили наш контент и наш сайт готов. И первое, что я делаю, я устанавливаю тему. Переходим в внешний вид. Темы. Добавить новую. Далее я нажимаю загрузить. И вот в эту область я перетаскиваю Hazel сначала. Нажимаю установить. У нас высвечивается уведомление. Уведомление тема успешно установлено. Дальше переходим к теме опять. Добавить. Загрузить. И устанавливаем Chilt. Дочернюю тему обязательно. Она у нас будет по умолчанию включена. И здесь уже дочерняя тема. Вот она, Chilt на конце. Название файла. Мы нажимаем активировать ее. После этого у нас перебрался в настройки темы, которую мы еще коснемся. Я использую браузер Chrome, поэтому я могу переводить на русский язык. К сожалению, сама тема у нас не переведена. Если мы перейдем к теме, то мы видим, что вот здесь активно дочерняя тема. Вот здесь вот желтенькими буквами написано Chilt. Они вроде как похожи, да? И информация о теме. Версии должны отличаться у нас. 1.0.0. Хотя в нашем случае... А, да. Версии отличаются. Сейчас все правильно. То есть, это тема, которая основная, она просто должна быть установлена, а дочерняя тема должна быть активирована. Но если мы сейчас посмотрим на сайт, обновим фронтальную часть сайта, то мы видим смену дизайна, но мы не видим весь шаблон вот в такой вот красе. Поэтому нам нужно будет установить демо-данные. Мы переходим с вами в внешний вид дальше. Hazel Demos. Вот здесь вот нажимаем. И мы можем установить любую тему, которая нам нравится. В рамках данного видео мы будем рассматривать вот этот вариант демо-девять. Отсюда можно нажать превью на кнопку, чтобы посмотреть шаблон во всей красе. Или на кнопку activate. Я нажимаю на кнопку activate, появляется всплывающее окно. Нажимаем в нем окей. И здесь нам нужно дождаться процесса установки. Механизм все сделает сам. Обязательно не закрывайте, не обновляйте эту страницу. У нас написано, видите, уже что-то выполнено. Идет установка плагинов. Ждем здесь 100%. Итак, нужно обязательно дождаться вот здесь вот 100%. Мы видим везде зеленые галочки. Заняло достаточно нормальное такое время. Минут 5-7, может быть 10. Все это устанавливается. Далее нажимаем на кнопку ok. Дальше у нас возникает новое окно с загрузкой. Ждем. Ничего не делаем, пока здесь у нас не появится информация, что все готово. Вот действительно, видите, написано all done. То есть все готово, и окно у нас прячется. После этого мы что увидим? Мы с вами обновляем фронтальную, главную страницу нашего сайта. Вы видели, что у меня был написан страница недоступна. Если у вас то же самое, что у меня, вы переходите на строки чтения, ставите статическая страница, точку, выбираете home, ну то есть это главная страница, которая установилась вместе с демо-данными. и нажимаете сохранить изменения. После этого, если я обновлю сайт, то я увижу уже этот слайдер, и вот он, во всей красе, так сказать. только у нас блоки повторяются. То есть немножко неправильно демо установилось, то есть по две страницы мы это видим в меню. У нас слишком много здесь меню. Давайте это вычистим сейчас. Надеюсь, у вас все встало ровно, но в моем случае вот у меня продублировалось все. Я перехожу внешний вид меню. Вот я вижу, что у меня, видите, все страницы с копиями. То есть home, home, about, about. То есть это у нас главная страница, главная страница. Множественные выборы я оставлю здесь птичку. И давайте нижние страницы, то есть верхнюю оставляем, нижние home, about, дубликат, about, сервис, work, клиент, контакты, блок. Блок я вообще не использую в рамках своего задания, поэтому блок я тоже полностью удаляю. Удалить выбранные элементы и сохранить меню. После этого идем на сайт и у нас с вами уже полностью рабочая демо, как у разработчиков. То есть у нас меню, блок только я удалил и блоки больше не дублируются одиночные идут. Это происходит потому, что каждый блок вот здесь основан на своей странице. И давайте теперь посмотрим состав, что у нас вообще здесь получается. Мы видим Project, проекты, мы видим Testimonials, это отзывы, контакты, VP Baker, конструктор страниц, слайдер Revolution, слайдер eCube Portfolio и еще у нас вот есть Ultimate, такой вот блок. Если мы с вами перейдем, это все, что установилось, я сейчас озвучил, вместе с шаблоном, вместе с темой. Если мы пойдем сейчас в плагины, активные, то есть у меня установился Classic Editor, Classic Widget. Это все для отображения классических старых вот этих вот редакторов, отключая Gutenberg. Contact Form 7 у меня установился, Cube Portfolio, Contact я не буду использовать, вы уже смотрите на свое усмотрение, поэтому я этот плагин деактивирую, то есть в рамках моего задания мне он не нужен. А потом уже из деактивированных плагины тоже там не держите, удаляйте их оттуда. То есть если мы придем сюда неактивные, если вы точно уверены, что вы использовать не будете, лучше их на сайте не держать, уничтожайте их. Соответственно, вот это я уже установил для транслитерации ссылок отдельно, то есть от шаблона. Это тоже мой плагин для отключения уведомлений. Вот у нас идет Hazel Custom Post Type, автоматическая установка была вместе с темой Slider Revolution плагин установился вместе с темой. То есть вот он наверху, вот здесь вот, где красивые вот эти вот картинки идут, вот эти вот Slider Revolution. Это аддоны для VPBaker реконструктора страниц. Вот сам VPBaker реконструктор и виджет Import и Export. Я его тоже не буду использовать, я его деактивирую. Конструктор страниц это все, весь наш сайт, вот это все, это все конструировано с помощью VPBaker. Те, кто знает, что такое Elementor, то это типа аналога, но намного слабее, я считаю, на мой взгляд, намного он хуже, чем Elementor, но к сожалению, разработчики построили этот шаблон только на VPBaker, поэтому мы его и будем использовать. Теперь смотрите, как устроены эти страницы, то есть у нас сразу идет прокрутка готовая, нам просто надо поменять пункты меню на наш язык, это все, каждый пункт прокрутка, это страница, отдельная страница, то есть переходим в страницу WordPress, вот они все здесь, About, Блог, Клиент, Контакт, Home, это и есть все страницы, которые у нас вот здесь, и соответственно контент построен для каждой страницы, то есть сейчас мы пока просто знакомимся, а потом уже я буду показывать, как заменять контент, то есть допустим, как узнать, где у нас слайдер расположен, сам слайдер изначально он создается вот он, то есть слайдер Revolution, это вообще на самом деле очень огромный, самый мощный слайдер, какой только есть в природе, на мой взгляд, мы не будем в него углубляться, это в рамках вообще отдельной серии, прям огромной серии уроков, мы только научимся заменять контент на свой, менять шрифты и удалять лишние, они здесь, мы их с вами коснемся, то есть изначально слайдер был создан здесь, но потом, если мы перейдем в странице, вот у нас Home, и мы нажмем прям на Home мышкой, то мы откроем главную страницу, как обычно, и у нас с вами вот здесь вот ниже, вот он WPBaker Page Builder, конструктор страниц, здесь есть виджет, то есть для самого WPBaker, для слайда Revolution, он назначен был здесь, вот он, мы его видим, мы лишь здесь только нажмем вот сюда на карандашик, чтобы, допустим, что-то отредактировать, вот, мы попадаем уже в режим редактирования самого слайдера, позже сюда мы вернемся, также можно редактировать слайдер через слайдер Revolution, соответственно, About, вот этот блок, и вот эти вот картинки с черными такими вот блоками, это у нас уже идет страница About, если мы сейчас перейдем сюда, у нас все подгружается, и мы видим все здесь, во-первых, вот этот текст, он у нас находится вот здесь, вот мы его видим, редактировать по клику на карандашик мы запросто можем вот в этом окне менять все, соответственно, текст выше, это заголовок, мы попозже с вами пройдемся, а внизу уже идут блоки, вот здесь вот я могу нажать, я вижу маленькую иконку с изображением лица, нажму на карандаш, если я перейду настройки дизайна, я увижу это лицо, это вот как раз вот это лицо, а значит блок рядом, с ним вот этот черный, который с текстом, я покажу как это все меняется, у меня есть техническое задание, которое предоставил мне мой клиент, сайт я уже ему выполнил, сейчас я еще раз его выполняю, уже чисто для вас, для видео, для контента, чтобы было интересное видео для вас, возможно, это будет вам полезно, внизу тоже идут, у нас идет еще ряд с блоками, допустим, мы перейдем с вами внешний вид меню и about вот так возьмем и удалить, вот я удалил, потом сохранить меню, во-первых, из меню прячется about, меню у нас нет и у нас нету блока about, видите, сразу идет другие блоки ниже, это нам дает информацию о том, что каждый блок здесь так реализован, то есть каждый на своей странице, да, здесь есть специфика, допустим, портфолио в другом месте заменяется, но выводится он также на странице, до этого мы еще дойдем, поэтому about я возвращаю в меню и оно у нас второе, нажимаю сохранить, пойдем на сайт обновим страницу, видим здесь about, видим, about нас вернулся, и дальше уже нет смысла, я думаю, рассказывать, где, что расположено, потому что мы сейчас потихонечку начнем уже по моему техническому заданию, настраивать его сверху вниз и уже у вас будет понимание, как это все делается, начнем, у нас вот есть home, то есть меню home, оно и прокруткой у нас и наверх является, и стрелка у нас есть наверх прокручивающая, у меня в задании первый слайд оставить, второй слайд убрать, удалить, и оставить третий слайд, картинки у меня уже есть на замену, текст у меня есть уже на замену, я перехожу, давайте сначала главное, то есть страницу переименуем как главное на русский язык, вот home, свойства, альяс, ярлык можно оставить, а главное я поменяю на русский, нажму обновить, и соответственно у меня сразу же и здесь вот вы видите главное по русски стало, теперь я перехожу в слайдер Revolution, здесь я нажимаю, ну у вас если такое окно всплывет, можно no thanks, не надо спасибо нажать, можем нажать вот на иконку редактировать, либо вот на эту иконку рядом с карандашиком, откроются все слайды, которые есть внутри, вот есть слайдер, который мне не нужен, вот здесь нажимаем на маленькую стрелочку, здесь можем просто нажать на глазик, чтобы скрыть его с сайта, как бы выключить его, вдруг он нам понадобится, но я точно знаю, что мне он не понадобится, на рабочем сайте я его выключил, но на этом демо сайте я просто нажму delete, yes, и у меня остается два слайда, первый и третий, как и сказано было в задании, если обновим сайт, видим первый слайд и переключатель только до второго слайда, далее нажимаю на первый слайдер на карандашик в режиме редактирования, давайте сначала заменим изображение, то есть у нас есть мужчина и уже мой клиент тоже подготовил изображение, прямо по изображению правой кнопкой мыши можно нажать редактировать, edit и media library, вызов в медиабиблиотеке, загрузить файлы, и с компьютера у меня есть техническое задание, вот у меня есть папка слайдер, у меня есть два изображения моего клиента, я его сразу просто перетаскиваю в медиабиблиотеку, изображения у меня подгрузились, я выбираю первое изображение для первого слайда, нажимаю вставить, и можно вот за вот вот этот ползунок взять, посмотреть анимацию слайда, как будет происходить, дальше откроем документ с пояснением, дальше у нас идет имя, я беру имя, просто нажимаем на имя, вот на этот слой с текстом, здесь появляется у нас режим редактирования, смотрите, первое слово и второе слово перенесены на вторую строчку, оно переносится тегом br, если вам надо так же, мы br сохраняем, я вставляю здесь этот текст, и после br я вставляю петченко, вот, видите, у нас текст встал, далее, я беру под текст, желаемый, ниже у нас есть текст, нажимаю на этот слой, здесь мы просто, в этой области можем заменить, мы видим текст поменялся, то есть, там где у нас некая анимация за картинкой происходит, она нравится, и мы ее оставляем, меняем только вот эти моменты, и кнопка, здесь заказать консультацию идет, она будет прокручивать до нужного блока, вот у нас есть кнопка, мы на нее нажимаем, текст на кнопке меняется здесь, и позже, позже, когда страницу закончим, мы вернемся сюда, и назначим якорь, когда закончим сайт, то есть у нас будет прокручивать куда нужно, то есть с первым слайдом практически все, но я сразу покажу, если захотите менять шрифт, шрифт меняется, для каждого текста в отдельности можно поменять, то есть опять кликаем на слой с текстом с основным, далее мы нажимаем вот здесь вот на кнопку стиль, стайл, фонд фэмили, это семейство шрифтов, и здесь, смотрите, достаточно большой список шрифтов, конечно, надо смотреть, какой будет из них подходить, если вдруг вы выбрали какой-то шрифт, и текст не умещается, понятно, буквы разного размера, здесь можно подтянуть вот так, за маркер, чтобы текст у нас весь вмещался, возвращаемся в стиле, я не буду сейчас долго тратить время, я вообще просто любой возьму шрифт, чтобы вам показать, как это меняется, ну и текст, цвет текста ниже, сразу же, вот этот можно поменять, просто у нас дизайн, такой в темно-белом свечении, скажем так, черно-белый, скажем так, поэтому у нас мы стиль, дизайн, мы сохраняем тот, который клиент выбрал, меняем только то, что он сказал поменять, выделяем нижний текст, стайл, здесь то же самое, шрифт меняется здесь, на кнопку нажимаем, стиль, фонд фэмили, меняется здесь, ну я там робота, допустим, поставил, все, как только вы все здесь сделали, нажимаем save, сохранить, второй слайд, отсюда прямо можно, вот навести мышь, здесь слайдер, видим здесь слайдер 2, нажимаем, то есть прямо отсюда перейти, на второй слайд, в пустом месте, где-нибудь на картинке, правой кнопкой мыши, edit, media library, и картинка у нас уже загружена, подготовленная, insert, вставить, то есть вот у нас, получается, текст меняется так же, я ставлю на паузу, не буду повторяться, и так уже понятно, как это меняется, и шрифты меняются на втором слайде, идентично, и так я здесь тоже поменял, на второй кнопке у меня, кнопку текст меняется, заказать расчеты, оно будет прокручивать, другое место, кнопку save я нажал, обновим наш, демо сайт, вот мы видим, симпатичная картинка поменялась, текст поменялся весь на наш, переходим на второй слайд, здесь тоже у нас все поменялось, все очень хорошо, и так, раз мы начали с вами сверху, давайте теперь шапка, прям с самой шапкой разберемся, где сменять логотип, поменяем сразу на русский, пункты меню, и социальные кнопки, где они, какие оставляем, как они меняются, и так, у нас здесь есть внешний вид, и здесь есть хэзл опции, хэзл стили опции, переходим к хэзл опции, дальше вот на эту вкладку, давайте я сейчас, также перейду на русский язык, то есть макет заголовка, и вот здесь у нас есть логотип, если мы посмотрим сейчас на сайт, то есть нам нужно подготовить, несколько логотипов, темный и светлый, вот здесь мы видим, что у нас сейчас темный, при прокрутке вниз, у нас задумано, что шапка темнеет, здесь логотип светлый, и также для двух мест, здесь мы посмотрим, через имитацию мобильного устройства, отдельно загружается сюда, но тот же логотип можно загрузить, и тут темный, если на самом верху мы с вами оказываемся, получается, смотрите, вот URL, светлый логотип, нажимаем на кнопку, открывается медиа-менеджер, и сейчас я с компьютера, есть у меня два логотипа, загружу их сюда, кликаю по логотипу, вставить, светлый, дальше, точнее, я немножко напутал, вот здесь я вижу light, сюда вставляем light, сюда вставляю, темный вариант, logo dark, это вот как раз для мобильной версии, можно даже какой-то уменьшенный вариант для мобилки, создать заранее логотип, и сюда я загружаю светлый, и save, так, немножко я тут напутал, вот же dark я вижу, то есть у меня загрузился здесь темный, а здесь тоже темный, получается, здесь light, здесь light, и здесь два темных, то есть это у нас для мобильной версии, если мы сейчас обновим мобильную версию, вот темный на светлом, здесь светлый, здесь тоже хорошо, теперь с размерами, он здесь очень маленький, я бы сделал его больше, в моем случае, далее мы переходим, hazel стиле, опции, вот здесь у нас есть логотип, логотип, и у нас вот здесь вот стоит 18 пикселей, в моем случае 30, я выставляю, и вот здесь вот еще, тоже 30, если мы сейчас посмотрим, вот сейчас логотип, видите, стал крупнее, здесь тоже, и на мобилке, мы в двух местах же увеличили, ну здесь в принципе нормально смотрится, то есть мобилку мы не трогали, логотип на основном заголовке, мы выставили 30 пикселей, логотип в заголовке после прокрутки, то есть можно оставить его чуть меньше, чтобы он уменьшался, тоже некий эффект такой, но я оставил 30 и 30 там, теперь менюшки, главную мы поменяли, я так понимаю, что вы понимаете, как менять другие, это у нас находится здесь в страницах, но давайте все же это поменяем, about, это обо мне, переименовываем, обновить, дальше у нас идет вот этот сервис, это у нас отзывы, обновить, work, это у нас консультации, обновить, clients, вот здесь вот, это у нас будет расчеты, обновить, дальше contacts, это у нас вопросы, обновить, сейчас обновим сайт, вот у нас поменялись менюшки, они также ведут, там где мы будем потом в дальнейшем менять контент, я там немножко не так поменял, но не страшно, я потом исправлюсь, здесь у нас, потому что был добавлен новый блок, то есть подразумевался, в демо у нас только вот этот блок, с шестью колонками, но потом добавился вот этот блок, с расчетами, поэтому здесь я немножко сейчас неправильно, но это не важно, то что отзывы ведут не к отзывам, у нас отзывы вот здесь, но я потом поменяю, и у нас все будет хорошо, давайте теперь с социальными кнопками, если они здесь нужны, если не нужны, где отключать, они у нас здесь наверху, и они у нас здесь внизу, направляются это в одном месте, отключить, допустим, просто настройками только внизу, а оставить только наверху, нет такой возможности, только если через код руками, либо просто не использовать соцсети, но здесь хорошо, что здесь очень много соцсетей, которые нам подойдут, то есть для России, мы с вами переходим опять, Hazel Options, потом Social Icons, социальные иконки, вот здесь по названиям можно видеть, и то есть проставлять напротив ссылку, на ваши соцпрофили, где вы есть, здесь не только Telegram, но вроде как нет, я все просмотрел, есть VK, TikTok, есть WhatsApp, если нужно, есть Skype, в нашем случае, то есть просто проставляете ссылку, там где вы есть, и социальные кнопки появятся, и здесь в шапке, и внизу в подвале, в нашем случае мы от них отказались, и кстати, если стоит решетка, это заглушка, то кнопка будет выводиться, но без ссылки, это чтобы для тех, кто не знает, поэтому кнопки-то выводятся, потому что есть решетки, в нашем случае мы отказались, и мы не используем вообще соцсети, поэтому я просто удаляю все решетки, оставляю все поля пустыми, нажимаем сохранить, после обновления, социальные кнопки здесь исчезают, и в подвале тоже они исчезают, дальше у нас вот такой вот блок идет, с текстом, у нас получается здесь, текст пока только на английском, давайте его поменяем, переходим на страницы, меняется это там, у нас это обо мне, нажимаем на эту ссылку обо мне, здесь мы видим структуру, первое у нас идет такой зигзаг, это на самом деле такой вот некий разделитель вот здесь, можете удалить, если он вам не нужен, я оставлю, потом идет пустое место, разрыв от разделителя до заголовка 15 пикселей, вот тут вот напротив карандашика, можно этим управлять, произвольный заголовок, мне он нужен, захожу напротив карандашик, открывается новое окно, вот он, этот текст, я меняю на свой, нажимаю сохранить, дальше идет еще один заголовок, это у нас уже под заголовок, он тегом h5 помечается, то есть размером уже будет меньше, сохранить, здесь идет у нас, вот он текст, тот, который мы видим вот здесь, здесь я нахожу в центре карандашик опять, захожу, нажимаю, здесь смотрите, если мы будем вот отсюда так удалять, мы потеряем теги, у нас тут отцентровано все, ну просто вот выбрано по центру, но мне удобнее вдруг там что-то еще, всегда переходить вот сюда, в режим html, что здесь и размер выставлен у нас, видите, не просто по центру, чтобы не сбить нашу конструкцию, и класс у нас выставлен здесь, обычно я просто вот удаляю текст, оставляю все стили, и вставляю спокойненько текст здесь, чтобы он выровнялся сразу, так как на демо, на этом уровне обновим страницу, пойдем на фронтальную часть сайта, обновимся, и у нас уже с вами тоже здесь все поменялось, причем здесь не надо даже думать, переживать про мобильную версию, в большинстве случаев, экономя наше время, у нас автоматически, да, здесь единственное, что на слайде текст, его можно вниз опустить, понятное дело, но в остальном случае, здесь все выравнивается уже хорошо, и нам не нужно об этом переживать, и настраивать, мы настраиваем только все в одном месте, потому что мы используем демо данные, где уже все настроено за нас, мы просто меняем контент, дальше у нас идет задача поменять, вот эти, я так называю их как плитки, то есть это лица, это на самом деле вип-отзывы, то есть лица здесь клиентов, и имя, чем они занимаются, где они в соцсетях, и сам текст отзыва, на сайте у меня уже, у клиента реализовано это, вот мы сейчас будем делать то же самое, то есть по сути то же самое, просто смена контента, это у нас располагается, вот здесь ниже, здесь, вот тут я вижу маленькая иконка, изображение человека, я понимаю, что этот блок, это и есть, то есть где можно поменять изображение, только в этом случае не сюда, я захожу в карандаш, это у нас некий разделитель, если мы сюда зайдем, вот мы видим отступы разные, мы ничего не трогаем, то есть для мобилки отступы, все задано уже, мы заходим вот в этот карандаш, потому что картинка, заливка секции идет, то есть колонки, переходим на сроки дизайна, вот у нас изображение, по крестику нажимаем, потом по плюсу нажимаем, открывается медиа-менеджер, и с компьютера я сейчас все фотографии подгружу, из технического задания, у меня это обо мне, вот они все изображения, клиент подготовил их уже одного размера, то есть не надо тут заморачиваться, просто загружаем их все, вот это первое изображение, я его здесь выбираю, вот оно здесь показывается, нажимаю сохранить, изображение мы подгрузили, далее открываем мое техническое задание, и проставляем имя, соц кнопки, и так далее, где это делается, то есть мы видим черный кружок, соответственно смотрите, вот он черный квадрат, вот здесь имя, и я вижу ниже это имя, нахожу зеленую вот эту плашку, карандаш, я захожу сразу в режим текста, вот я вижу, что в А6 здесь есть текст, вот здесь вот, мы пропишем здесь должность, он отображается вот здесь, вот здесь вот я аккуратненько меняю имя, здесь я беру из технического задания, должность, расставляю здесь, сохранить, и дальше у меня идет текст, он ниже вот здесь, то есть пустое место там, пробел, пробел, разрыв, то есть между текстами, заходим вот сюда, текст невидим, он покрасен белым, только при выделении его видно, опять через режим текста мне удобней, вот здесь я вижу, что код цвета назначен белый, для этого текста, потому что на черной плашке, белый лучше всего смотрится, и я соответственно беру сам отзыв, размещаю его здесь, нажимаю сохранить, давайте прямо на этом уровне обновимся, уже посмотрим, что у нас получается, обновимся, вот я вижу, что изображение поменялось, поменялось здесь, здесь, и сам отзыв, если мы посмотрим на наши демо, здесь остаются социальные сети, только инстаграм, вип-отзывы, у нас естественно их больше, и инстаграма нет, сейчас мы это заменим, смотрим ниже, в этой же, в этом прямоугольнике, вот где мы сейчас только что редактировали, у нас вот здесь внизу идут соц кнопки, вы можете просто, если их хотите использовать, нажимаете просто на карандаш, на каждую, дальше, вот сюда переходим, и вот здесь вот, вы выбираете ссылку, там где этот человек есть в соц сетях, иконка здесь вот, она выбрана, это типа сайт, ну какой-то сайт, не социальная сеть, а сайт, в моем случае, мы используем только инстаграм, поэтому вот так по крестику, я удаляю все, кроме одной соц сети, оставляю только одну, под инстаграм, заходим, из технического задания, ссылка на инстаграм этого клиента, я сразу проставлю здесь, решетку убираем, которая там есть у нас, выставляем ссылку, я бы выставил открыть в новой вкладке, и добавить nofollow, чтобы вес не утекал, нашего сайта по внешним ссылкам, нажимаем на синюю кнопку, но мы не выбрали инстаграм, чтобы из большого списка не искать, вот здесь есть поиск, английскими буквами, и вот кнопка инстаграма, выбираем сохранить, и сразу убедимся, что у нас с вами все хорошо, обновим, вот у нас и кнопка инстаграм, с одним блоком мы справились, давайте реализуем сейчас второй, в моем случае, это вот это изображение должно быть, второй у нас сразу идет здесь следом, так же все происходит, заходим в карандаш, настройки дизайна, и загружаем, так, у нас вторая вот эта женщина, выбираем ее здесь, сохранить, и сразу второй отзыв, так же я беру текст, здесь, то есть напротив он находится, в режим текста перехожу, выставляю имя, и выставляю должность, так же вот здесь вот меняем, сохранить, берем текст, прописываем в соответствующее тоже поле, сохранить, так же здесь две соцсети, одну я убираю, беру ссылку на инстаграм, этого клиента, и делаем то же самое, проставляем ссылку, вставим две птички, и ищем инстаграм, находим, обновить, и сразу посмотрим на сайт, вот поставилось у нас изображение, ровно так же, как и здесь, сейчас я поставлю на паузу, поменяю, еще два изображения с текстами ниже, нет смысла вам это показывать, делается все по аналогии, и так, я здесь все заменил, но здесь есть маленький нюанс, который вы можете сразу не увидеть, если мы посмотрим, через имитацию мобильного устройства, то здесь я начинаю наблюдать, что первые два блока наши, а здесь идет демо-контент, и тут демо-контент, почему так, да, здесь все поменяли, на мобилке нет, а дело все в том, что когда делал разработчик такую шахматную доску, то на компьютерной версии они выглядят вот так, два нижних блока скрыты для мобильных устройств, а тот демо-контент, который мы сейчас увидели на мобильных устройствах, скрыт на компьютерной версии, это сделано для того, чтобы сохранить шахматную доску в нужном порядке, то есть у нас по идее, если бы у нас оставалась вот эта компьютерная версия для мобилки, то у нас шла бы картинка, ниже темный блок, картинка, темный блок, а потом бы шел вот этот темный блок, картинка, темный блок, картинка, и чтобы сохранить порядок, картинка, темный блок, картинка темный блок картинка темный блок разработчик прибег вот к этому трюку которым я тоже также прибегаю и нам просто нужно заменить этот контент который у нас сделан для мобилки еще раз получается там где вот мы заменили он просто располагается ниже вот этот блок то есть то что мы сделали выше для для блока александр и анна с этими же фотографиями точно такой же блок вот здесь нужно поменять и опять же я сейчас ставлю на паузу потому что здесь все то же самое думаю вы уже здесь разберетесь после изменений если мы просмотрим мобильную версию у нас теперь все хорошо блоки друг друг за другом и никакого лишнего демо контента здесь же на странице у нас идет еще один блок вы можете его использовать под себя текст кнопка куда-то ведущая сзади фон он располагается вот он кнопка вот они все заголовки в нашем случае это блок вообще не используется как его полностью удалить вот этот основной крестик он удаляет всю эту строку обновить пойдем на сайт проверим далее у нас идет опять демо контент на нашем же сайте после этих моментов у нас здесь идут отзывы и смотрите в нашем случае отзывы располагается гораздо ниже мы сейчас прибегнем к одной хитрости как туда переместить его вверх получается расчеты вот то что у меня неправильно было перемену перемену на расчеты прокручивать на отзывы поэтому я перехожу внешний вид меню расчеты третьим пунктом будут сохраняем настройки далее переходим страницы там где отзывы я поставлю вот так вот но потом мы поменяем назначен потому что отзывы у нас вот здесь вот обновить и после того как мы менюшку переместили у нас отзывы теперь сразу находится под блоком также как и здесь вот здесь у нас есть также дополнительный контент внизу которые мы не нашли применение мы его тоже удалим теперь переходим в отзывы сразу же нижний блок вот этот вот который мы не используем я его убираю произвольный заголовок меняем здесь и отзывы здесь на самом деле идет плитка которая выводит сами отзывы но сами отзывы создаются в другом месте здесь мы нажимаем обновить поменяли только заголовок убрали лишнее обновимся вот текст поменялся внизу блоки убрались такие тоже при наведении на изображение сразу подставлять текст как зовут и так далее у нас вот здесь выводится такая вкладка отдельная здесь есть категории категории как dark light в демо контенте можете там не знаю одну убрать категорию удалить я просто заменю вот у нас есть отзывы создается новый отзыв на кнопку и днию добавить новый или можно просто отредактировать существующие отзывы обратимся к нашему демо контенту точнее к тз отзывы есть все изображения и есть документ то есть как кого зовут изображение также помечены цифрами и именем сразу понимаю какой отзыв какой фотографии относится все очень хорошо сделано вот здесь у нас сразу давайте с изображением удалить изображение и сразу загрузим все наши изображения отзывов я конечно же на этом тестом сайте не будут все размещать но я покажу несколько чтобы у вас было понимание да как работать здесь кликаю по изображению вот здесь мы видим имя 01 ольга то есть это то что нам и нужно выбираем здесь сразу из технического задания для себя буду помечать заголовок здесь это заголовок только для вас не будет виден на сайте именно здесь дальше имя ну то есть тоже то же самое имя то что я брал оставляю здесь и вот здесь вот специалист специальность этого человека можно прописать здесь а вот теперь сам текст отзыва обязательно переходите в режим html текст и обязательно п надо оставить здесь здесь если вы начистую вот так вот сюда вот просто уберете удалите вставите свой текст то вот это имя она будет сливаться вот здесь вот рядом подставляться самим текстом есть я считаю что это некая недоработка поэтому есть свои нюансы копируем сам отзыв то есть просто переходите в режим текста убираете английский текст оставляя html эти вот атрибуции расставляем обновить и сразу же первый отзыв можно будет посмотреть вот она у нас ольга фотография подставился автоматически сразу в кружочек и текст тоже поставился дизайн возможности какие там есть там небольшие конечно но в самом отзыве можно посмотреть остальные добавляются по аналогии то есть вы переходите удаляйте все лишние и добавляйте свои если у вас их больше чем здесь значит все меняйте на свои и по кнопке add new добавляйте новые и так вот я поменял 6 штук остальные я удалил и обратите внимание что здесь снизу большой отступ вернусь на страницу отзывы под нашими отзывами вот здесь видите пустое место 60 60 то есть вот это все разделители разные вот я вижу оставим пока 60 обновить посмотрим снизу если воздух будет приемлемый совсем уж убрать тоже нельзя вот то есть 60 здесь 60 здесь этот блок мы с вами тоже сделали итак следующий блок у нас идет консультации но он у нас находится сильно ниже на самом деле это портфолио но мы его адаптировали как под консультации если мы посмотрим здесь как это работает то есть это некие плитки с некие сортировкой по категориям вот эту сортировку нам нужно вообще убрать внизу загрузить кнопка еще тоже она нам не нужна у нас вводится 6 штук и здесь получается есть возможность отображать как слайдер с информации сбоку по нажатию на эту плитку также отображать видео с информацией но нам на нашем сайте клиенту нужно чтобы это выглядело всегда текстом вот так то есть с кнопкой и текстом и они все выглядят идентично и нам нужно привести к этому же то есть у нас нет здесь вот категорий это у нас отключается и сделать чтобы они выглядел и выглядели идентично и тут больше надо сделать 6 штук и где это вообще находится и давайте сначала сделаем по порядку то есть у нас получается за отзывами сразу идет консультации у нас же после отзывов куча других блоков мы просто можем сейчас перенести это меню выше потому что у нас она идет пятым пунктом поэтому для начала я перейду внешний вид меню вот консультации просто под отзывами просто их перенесу и нажму на кнопку сохранить вот теперь с моим обновим страницу вот под отзывами на сразу идет блок консультации ну и давайте сразу поменяем здесь заголовок я перейду страницы нажимаем на консультации находим здесь наш заголовок я поменяю текст на свой и тут еще есть текст ниже нам он не нужен и нажмем обновить посмотрим все ли у нас правильно получается до консультации меняется теперь смотреть у нас есть такой плагин вот он куб портфолио он у нас находится здесь также у нас здесь есть project проекты они взаимосвязаны то есть сначала мы делаем подготовку здесь плагине потом мы сделаем настройки в проектах переходим в куб портфолио здесь много всяких готовых демо контентов которые мы будем использовать их вообще многие из них можно вообще удалить вот напротив по кнопке делит есть кнопки дубликат и кнопки активировать и мы можем взять то есть у нас там три колонки вот нам вот это подойдет прямо из него сделать то что нам нужно чтоб с нуля это не создавать мы просто заходим сюда мы видим что это как раз то что выводится вот сюда у меня в демо и здесь у нас больше чем 6 плиток поэтому нижний я удаляю навожу мышь и здесь вот есть выше маленькая корзиночка нажимаю удалить и удаляю лишние блоки у нас их будет всего задумано всего 6 прямо здесь можно отключить вот эти вот сортировку по категориям в нашем случае клиенту это не нужно нажимаем здесь на кнопку edit filter вот включить этот фильтр стоит птичка мы птичку снимаем и нажимаем apple применить то есть это спрятали мы дальше внизу кнопка загрузить еще нам она снизу не нужно справа вы вы можете видеть разные настройки нажимаем на нижнюю вот она латмо и снимаем птичку не показывать эту кнопку дальше я открываю техническое задание у меня готовы картинки под все эти блоки они у нас здесь же загружаются то есть захожу в карандашик в режиме редактирования первой плитки давайте так назовем здесь есть вот такая кнопка нажимаем на нее дальше загрузить файлы я перетаскиваю изображение суда первая картинка здесь у нас идет личный гороскоп я не нажимаю нажимаю вставить картиночку мы с вами загрузили давай сначала с картинками со всеми разберемся нажимаем apple следующую картиночку я по аналогии загружаю у меня это вот такая вторая картинка загрузить и вставить сейчас ставлю на паузу остальные картинки загружу по аналогии и продолжим после того как мы все картинки загрузили здесь нажимаем на кнопку вот сейф посмотрим обновим нашу страницу исчезли у нас категории исчезла кнопка загрузить еще и здесь уже наши картиночки если мы посмотрим на наш сайт клиента то здесь есть текст на кнопки на всех заказать и личный гороскоп здесь заказать брачный гороскоп вот это все сейчас тоже посмотрим как делается увидите у нас внизу на на серых плашках на английском языке все нажимаем опять на карандашик наводим мышь вот сюда в правую часть наводим мышь прямо вот на заголовок нажимаем на него и вот здесь мы им пишем свой текст здесь я написал заказать дальше нажимаю на нижний текст и пишу здесь удаляем этот текст и пишем в моем случае личный гороскоп после этого нажимаем на кнопку apple вот мы наводим мышь и видим что у нас уже подставляется наш текст далее я проделаю то же самое с остальными плитками по аналогии и так я для всех поменял тексты то есть вот плашечки посмотрим на фронтальной части сайта до текст у нас везде поменялся но если мы нажмем на любой из них то у нас здесь пока что идет демо контент откуда он подтягивается теперь нам осталось там это поменять у нас это все находится в проектах мы теперь лучше даже в новой вкладке браузер вот так открыть чтобы это осталось открытый потому что мы будем сейчас ссылками подвязывать каждую ссылку к нужной этой плитки и в новой вкладке браузера у нас эти демо проекта уже здесь есть принципе можем открыть сверху любой и использовать его под себя сейчас его надо будет подготовить сначала и вы можете столкнуться с такой же ситуации как у меня при первой установке у нас нам нужно сейчас vp бейкере конструктор мы видим что от него идут здесь данные но кнопки редактировать нету он здесь не включен поэтому мы сейчас временно возвращаемся вот сюда vp бейкере основные настройки далее мы нажимаем управление ролями здесь выбираем напротив администратора произвольно и ставим птичками ну я поставлю везде вот портфолио чтобы появлялся наш редактор и сохраним настройки и если я сейчас обновлюсь здесь в проектах то мы увидим вот эти кнопки и значит у нас здесь весь контент уже вот он созданы где нужно давайте даже зайдем вот именно в тот проект он вот так называется который у нас под первой плиткой то есть мы сейчас зашли в какой-то неизвестный проект который там вообще возможно к нам не относится через поиск название я в верхний зайду открывать техническое задание то есть вот у меня есть заголовок его здесь меняем это чисто для нас его не будет видно на сайте сразу же вот эту картинку мы поменяем личный гороскоп сразу поменим на свою вот этот блок слайдер revolution здесь не нужен его можно отключить чтобы он здесь не появлялся галочка вот так здесь чтобы и так тут блоков много чтобы их не было так много и картинку мне удобней чтобы она вот здесь была подгружать вниз к ней не тянутся то есть у нас вот этот есть слайдер мы видим что у нас он тут есть вот они эти картинки в принципе можно отсюда из слайдера убрать но нам нужен этот тип вот этот мы выбираем для всех наших последующих вот page builder контент вот только он нам и нужен я сохранил настройки обновил сайт вижу что заголовок не поменялся значит помните у нас там был два проекта я ошибся то есть я выбрал не тот два одинаковых проекта личный гороскоп вот этот верхний нам нужен был свойство здесь я пока сделаю черновиком обновить а вот этот поменяем теперь если мы с вами обновим страницу мы видим что у нас выровнялся контент потому что мы выбрали тип вот именно который нам подходит здесь вот этот page builder контент но у нас получается здесь с этим типом появляется еще такой вот текст и кнопки поделиться нам они здесь не нужны я покажу где это отключить но давай сначала посмотрим здесь как управлять то есть нам это все нужно поменять поменять просто на свое прокручиваем ниже вот я вижу весь наш контент поэтому это слово личный гороскоп я захожу вот сюда меняю заголовок дальше я беру весь текст из т.з. меняем его здесь все выделяем убираю пробелы таким вот образом а договор оферта здесь будет ссылка на внутреннюю страницу сохранить дальше здесь идет текст на кнопке заказать консультацию и специальная ссылка на ватсап текст меняется здесь ссылка интересным образом сделано если по ней переходить то сразу будет подставляться перенаправить сразу к человеку ну так сказать к автору и сразу будет подставляться текст соответствующий этой консультации скажем так здесь вот выбрать ссылку вставляем ее здесь открыть новые вкладки и ноу фоллу сохранить на этом уровне еще раз давайте обновим если мы посмотрим на нашу карточку нажмем на нее то есть все у нас уже подставляется все как нужно крестик вот закрыть и если нажмем на заказать консультацию откроем приложение то ведь как интересно здесь ссылка сделано что подставляется даже текст надо писать останется только нажать на кнопку отправить здравствуйте там дмитрий я хочу заказать у вас личный гороскоп и для каждой плитки свой текст там уже у человека продуман поэтому это очень интересно давайте скроем теперь вот этот блок социальными кнопками переходим внешний вид хэзл опции дальше переходим главные настройки дальше проект и вот здесь у нас во первых мы можем даже просто некоторые соц сети скрыть какие-то доставить в нашем случае этот блок нам не нужен вот так он выключается сохраняем настройки идем на сайт и проверяем нажимаем на нашу плитку и видим что у нас внизу блок спрятался давайте для закрепления информации я покажу как меняется здесь и кстати ссылку да заодно покажу здесь ты мы ссылку не подвязывали то есть по сути вот этот контент его нужно еще подвязать к этой плитке из того что мы выбрали именно ту плитку у нас уже контент подвязан а вот сейчас брачным гороскопом я покажу уже полный путь то есть мы сделаем так нам вот эти проекты все вообще по сути не нужны у нас есть вот личный гороскоп я сейчас делаю его дубликат но чтоб дубликат сделать нам нужны теперь дополнительный плагин маленький бесплатный сейчас мы быстро установим после активации плагина вот здесь будет появляться ссылка дублировать эту плитку и эта ссылка будет появляться везде дублировать страницы дублировать записи очень полезный плагин переходим плагины добавить плагин поле поиска пишем пост дубликатор он так называется вот он устанавливаем маленький плагин настраивать его даже не нужно работает из коробки и нажимаем активировать после этого возвращаемся в наши проекты обновляем тут страницу личный гороскоп черновик еще уберу мне тут не нужен вот и появляется видите вот здесь вот ссылка дубликат пост мы на него нажимаем и с ним уже будет проще работать он помечается с текстом копировать то есть как бы этот ее копия и мы с ним уже работаем удаляем изображение и второе у нас изображение вот он брачный гороскоп выбираем вот здесь идем наши т.з. у нас под двойкой здесь брачный гороскоп убираем заголовок здесь кстати изменить тоже можно ярлык так вот изменить чтобы он подставлялся вот этого названия здесь соответственно весь контент у нас меняется меняем заголовок то есть то есть то есть тут вы уже знаете уже второй раз это мы делаем я копирую весь текст меняем его здесь убираем пробелы здесь кнопку заказать консультации уже стоит но ссылка у клиента на каждую кнопку своя соответственно ссылку надо менять в каждой кнопки и вот так вот мы вставляем обновить и теперь получается если мы сейчас пойдем на сайт и обновим фронтальную часть сайта нажмем на 2 у нас здесь подставляется видите не тот контент поэтому вот этот брачный гороскоп мы сделали видим вот здесь эту ссылку правой кнопкой мыши по ней копировать адрес ссылки я возвращаюсь в куб захожу в наш кстати название можно сразу здесь поменять чтобы видеть его среди этих демо контентов которые у нас здесь заданы но сейчас мы поменяем захожу знаешь смотрите суда далее я нажимаю на саму картинку здесь появляются такие настройки убираем ссылку и просто вставляем нашу скопированную ссылку нажимаем сохранить я просто возьму вот этот консультант заголовок вот здесь для нас этот текст вот здесь только для нас в админке все сейф все если я перейду вот у нас консультации видите мы видим его здесь что он находится теперь обновляем страницу нажимаем сюда и у нас брачный гороскоп подвязан к этой плитки со своим текстом и со своей ссылкой с другой ссылкой ватсап но если мы с вами посмотрим на сайт клиента то клиент попросил чтобы такой же блок еще был для других услуг расчеты в демо контенте у нас этого нет но мы сейчас это очень быстро сделаем продублируем и останется только заменить весь контент и он делается по аналогии то есть вы сделаете то же самое потому что здесь также все отображается а идентично как и вот в этом блоке просто заменены картинки на другие и заменены вот эти вот текстовые строчки то есть новые кнопки новый текст в каждой вот этой открытой ячейки все это новый текст для каждой своей услуги и как это сделать максимально быстро то есть мы идем сначала в странице и делаем дубликат переходим страницы у нас теперь есть ссылка дублировать потому что мы установили очень хороший плагин вот у нас есть консультации мы нажимаем дубликат этой странице теперь у нас консультации есть дубликат заходим в эту страницу заголовок я ставлю расчеты здесь тоже меняем заголовок то есть у нас дубликат он полностью готов просто меняем здесь его нажимаем сохранить теперь меню давайте оставим это окно открытый другой вкладке браузер я перейду внешний вид меню у меня не стоит галочка автоматически добавлять пункты меню не знаю как у вас поэтому я сюда захожу чтобы добавить расчеты расчеты я добавляю у нас идут они под консультациями и нажимаем сохранить далее мы переходим в куб портфолио теперь нам нужно его сдублировать у нас вот эта консультация да они же у нас идентичный будет гораздо проще если мы сделаем дубликат из него и здесь даже нам плаги не требуется здесь есть своя кнопка дублировать вот это синим и нажимаем дубликат в самом низу вот он идет копий о в консультации мы сюда заходим заголовок для нас поменяем расчеты нажмем сохранить и нам останется только заменить контент здесь и подвязать нужные ссылки с проектов соответственно там их создать тоже там сдублировать я думаю вы здесь догадаетесь и чтобы они отличались я хотя бы заменю здесь картинки я уж не буду все менять то есть я сейчас закинул вот с расчетов у меня есть готовые картинки и 1 идет у меня дата свадьбы дальше 2 и сейчас я ставлю на паузу заменю все картинки посмотрим что у нас получилось следующий шаг мы возвращаемся в страницу расчеты и вот здесь вот есть куб портфолио заходим в карандаш нам нужно теперь подвязать созданный дубликат вот он расчеты сохранить к этой странице и обновить теперь если мы сейчас обновляем страницу у нас есть консультации сразу под ним блок расчеты со своими картинками со своими этими всеми моментами да я уже просто не стал менять меняется все по аналогии и самое главное у нас сразу прокрутка автоматически все работает то есть консультации прокручивать сюда расчеты прокручивать сюда то есть все здесь работает следующий блок у нас идет вопрос ответы реализованном виде вот такого так арте он а если мы посмотрим на наш сайт у нас здесь вот здесь и лишний блок который нам не нужен и вместо вот этого мы будем делать аккордеон переходим в админку сайта переходим страницы так у нас это отзывы 2 переименуем потом пункт меню этот итак здесь у нас первый это разделитель пустое место вот здесь у нас будет заголовок вопрос ответы заголовок здесь использовать не будем дальше у нас идет текст мы здесь его не используем иконки весь этот блок я просто удаляю пустое пространство здесь вот один этот 5 пикселей я уберу тоже дальше вот эти вот бар и бар это получается эти вот линии вместо него вот разбор произвольный заголовок пустое место и вот этот момент я убираю да пожалуй даже и заголовки здесь убираем здесь не нужен здесь будет вопрос ответы обновить страницу далее у нас меняется задний план задний фон я захожу вот в этот карандаш далее перехожу background по крестику удаляю старое изображение и загружаем с компьютера изображения большое изображение на задний план разрешение 1660 на 1107 дальше здесь эффекты enable overlay overlay это наложение вот здесь можно включить выбрать наложение там как какими-то точками выставлю 90 процентов то есть на картинку накладывается некий overlay в виде точек сохраним вот у нас с вами получит получается видите картинка такая сетка наложение на нее вопрос ответа заголовка и теперь нам нужно аккордеон с вопросами разместить здесь разместим вот в этой колонке нажимаем здесь по плюсу вызываем аддоны vp бейкере здесь есть аккордеон такой аддон находим его здесь нажимаем и прежде чем что-то делать нам нужно его наполнить сначала заходим вот в синюю плашку аккордеон это основные настройки зададим заголовок в моем случае о чем обычно спрашивают здесь я сделаю заголовок уровня h3 стиль тут надо конечно смотреть но я выберу так как я это сделал у себя современный сохранить теперь вот у нас по умолчанию две секции вот они с так вот сворачиваются разворачиваются на желтый карандаш нажимаем задаем заголовок я открываю текст технического задания и просто беру вопросы вот здесь проставляем следующий вопрос вот у нас секция 2 заходим в карандаш проставляем так два вопроса есть как теперь ответа добавить вот разворачиваем видим плюс нажимаем по плюсу ищем текстовый блок нажимаем на текстовый блок и текст ответа на вопрос я просто проставляю здесь сохранить второй вопрос второй ответ я размещаю также здесь текстовый блок и дальше я наполняю по аналогии и видео ставлю пока что на паузу то есть чтобы третью добавить то есть вот видите добавить секцию нажимаем вот она появилась вот она секция то есть это 3 аккордеон я так добавил если сейчас посмотрим на сайт у нас в принципе с вами все получается останется настроить дизайн под себя и мне не нравится что вот здесь у нас текст близко прижимается краям вот этой белой плашки то есть надо было сначала сделать отступы в одной потом ее сдублировать чтобы это не делать несколько раз ну про это я забыл поэтому заходим в карандаш первого раскрывающегося аккордеона в текст именно дальше приходит настройки дизайна паддинги это внутренние отступы я ставлю 20px со всех сторон то есть сверху снизу сбоку и так нужно для каждого текста сделать и вот теперь мы видим что текст симпатично имеет отступы ну а с аккордеоном здесь можете поиграться с цветами допустим плоский вариантов здесь немного но мне нравится вот этот вариант я бы оставил его таким то с черной полосой очень грубо смотрится и получается что по менюшкам у нас все теперь в порядке но вот это вопросы лишняя вкладка у меня получилось я ее у себя убираю вот вопросы сделаю черновиком далее у нас вот этого блока здесь нет и вот этого блока тоже у нас нет у нас дальше уже остается только подвал до вопросы надо было тогда удалить эту страницу черновик удивительно что черновик во все равно отображать блоки его теперь мы видим в вопрос ответы и сразу идет подвал все у нас основные страницы все готовы проверяем вопрос ответ и все прокручивать как надо дальше вот эта часть подвальная у нас здесь идет договор оферта в социальных сетях мои семинары человек здесь будет подставлять потом свои семинары с текстом и так где заголовки у нас меняются у нас это виджеты внешний вид переходим виджеты вот если вы блок не используете я блок не использую здесь много каких-то левых виджетов вот эти все отсюда удаляем из активных если мы их не используем то мы их убираем вот здесь вот у нас футер здесь заголовок будет договор оферта тут либо текст либо на внутреннюю страницу ссылка на оферту сохранить так следующий блок вот этот мы будем отсюда убирать он нам тут не подойдет а вот здесь будет мои семинары здесь идет шорткод на семинары в куб портфолио сейчас мы там тоже отредактируем ну давай его из из ней мы займемся от соц кнопками чуть позже здесь надо запомнить портфолио айди 75 сохранить переходим в портфолио вот здесь вот по идентификатору 75 вот мы находим внизу заходим для себя его помечаем что потом не потерять и здесь вот по стрелкам смотрите тут два их на самом деле больше вот тут три там еще четыре поэтому здесь по корзинке удаляю у нас запланировано только два лишние убираем оставляем только два вот еще есть и еще есть все остается только два и тут все так же как мы с вами настраивали меняем картинки загружаем их с компьютера здесь у меня тоже размер уже подготовлены одну картинку я выбираю давайте сразу поменяем картинки сначала так я беру текст из технического задания посмотрим нажимаем 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 на карандаш опять нажимаем на заголовок здесь также все меняется текст я беру отсюда нажимаем вот на этот нижний текст так вот я не попал вот беру сейчас текст и здесь у нас идет ссылка то есть вот такая ссылка если хотите повесить на внутреннюю страницу создать внутреннюю страницу с более подробной информацией а тогда вешать его здесь просто link на внутреннюю страницу на эту картинку и то же самое я делаю для этой картинки обновляем сайт вот у нас все текст получается это все ссылка у нас переключаем другая информация соц кнопками здесь пришлось заморочиться так как здесь нужно было загрузить свои иконки социальных сетей именно чтобы они выглядели вот так с текстом сбоку и название у нас идут ссылки на соц сети и может быть здесь в бэкере есть какой-то более простой вариант но я сделаю это так я перешел на странице сначала я создал страницы страницу она выводиться не будет здесь просто она будет собрана назову ее вот так для себя дальше сохранить дальше нажимаем в бэкере конструктор потом нажимаем добавить блок далее я нахожу плитку лист icon выбираю вот здесь у нас помечается потом нажимаю внутри по плюсу у нас вот здесь всплывать лист icon item выбираем здесь я выбираю кастом имидж то есть своя произвольная иконка нажимаю по плюсу и загружаем иконки с задания у меня здесь вот как раз есть три соц иконки своего дизайна первое пускай будет youtube вставляем переходим сюда здесь пишем youtube и сюда уже не вопрос вот по этой скрепочки выделяю youtube и назначаю ссылку на youtube профиль этого человека ну здесь уже сейчас я не буду ссылку вставить я просто поставлю решетку заглушка дальше я нажимаю дубликат и в нижнем дубликате делаем все то же самое только теперь здесь пускай будет instagram текст меняем и то же самое я проделаю для telegram а далее можно чтобы посмотреть скопировать эту ссылку на эту страницу но вкладке браузера открыть и посмотреть как вот у нас они здесь выглядят теперь как это вниз я поместил я нажал сюда вот classic мод дальше я нажал текст копируем всю конструкцию кода идем внешний вид виджеты раскрываем нашу колонку вот здесь слева находим вот этот вот виджет перетаскиваем сюда здесь я вставляю код и заголовок я пишу я в соцсетях сохранить посмотрим нашем сайте вот у нас получается здесь только ссылка забыл повесить ну и теперь самый низ текст футера где это находится переходим внешний вид hazel options дальше футер и вот здесь сам внизу ставите любой свой текст где от центровать ну точнее сейчас по центру лево право где будет показан данный текст сохранить сразу проверяем все наш текст здесь поменялся ну такие косметические моменты логотип мы вставили футер поставили я думаю что многие знают но если все же если кто-то не знает как поставить фавиконку маленькую иконку сайта внешний вид настроить свойства сайта не забудьте название сайта title прописать свой и обязательно краткое описание для поисковых систем вот здесь вот я поставлю title описание я уже не буду здесь задавать и 512 на 512 картинка должна здесь быть выбрать значок загрузить с компьютера вот у меня есть такая иконочка просто ее здесь размещаем вот здесь вот на рисунке видно да где это будет отображаться отсюда выйти нажимаем по крестику так теперь заключительный момент по поводу кнопок каждая кнопка в слайдере должна прокручивать к нужному блоку давайте повесим якоря сначала выберем место куда будет прокручиваться поэтому мы переходим страницы переходим консультации я захожу вот сюда в карандашик самый верхний общий над всей андусе это у нас ряд здесь это видно ряд настроек прокручиваем самый низ видим айди ряда и надо якорь как-то пометить то есть это консультации и обязательно английскими буквами и можно сократить просто повешу английскими ко надо запомнить это сохранить обновить далее переходим на странице расчеты здесь я нажимаю карандаш тоже и для этого ряда я поставлю вот так вот английский ра сохранить обновить далее мы переходим в слайдер заходим в карандаш в редактирование слайда для первого слайда нажимаем на кнопку дальше вот сюда вот action и вот здесь вот есть скролл всплывающем окне то айди прокручу до 1 то есть при клике прокручу до индификатора в поле скролл айди мы как раз таки ставим вот это вот к до консультация система будет понимать что нам нужно прокрутить до индификатора где мы его указали дальше нажимаем здесь крестик нажимаем на кнопку сейф переходим во второй слайд кликаем по кнопке кликаем action scroll to айди и здесь ставим ра для второго расчеты до блока и нажимаем сейф обновляем сайт проверяем нажимаем на кнопку консультации нас прокручат консультации на втором слайде нажимаем на кнопку нас прокручивает к расчетам то здесь у нас все работает теперь давайте посмотрим что здесь можно сделать со шрифтами здесь в этом браузере к сожалению меня специального приложения не установлено как быстро посмотреть шрифты но у нас шрифты это фонд фэмили вот здесь у нас это видно фонд фэмили какой-то му лишь стоит давайте я покажу где меняются шрифты и где можно этим вообще управлять начнем с шаблона со стилей вот здесь вот переходим hazel style options сделано конечно в шаблоне неудобно им надо было в одну отдельную вкладку здесь назвать ее шрифты сделать все шрифты для всего сайта они разбросаны по многим вкладкам поэтому нам надо искать смотреть глазами где написано фонд где действительно стоит выбор фон выбор шрифта и 1 где мы можем встретить на вкладке меню здесь у нас есть light и dark и суп меню суп меню выпадающим меню и можем видеть что фонд вот он шрифт здесь выбирается здесь выбирается здесь выбирается и соответственно другие моменты там по цветам и другие все у нас здесь много что здесь есть настроить причем здесь есть и другие виды шрифтов точнее расположение элементов шрифта для других частей сайтов и получается смотрите чтобы вы лучше понимали вот допустим dark меню это то меню то есть вот это у нас light меню она темная на белом фоне вот так dark меню то есть светлое меню на темной плашки но давайте попробуем чтобы я тут не запутался что здесь есть здесь есть кастом фонд то есть идут шрифты самом шаблоне и стандарт шрифты как из которых я бы рекомендовал выбирать то есть это eril и чтобы вы лучше понимали вас смотрите eril black то есть black это жирный шрифт eril если я сделаю для dark чтобы сразу видели отличие то есть dark это на вот они темный витя буковки более жирные вот здесь буковки тонкие это дает сразу вам понимание что это как раз мы на правильном пути то есть мы находимся настройка шрифтов именно вот здесь вот в меню и вы просто выбираете тот шрифт какой вам нужен я буду допустим выбирать eril да понятно что где-то нужно буковки более жирные заголовки более жирный текст более ну меньше жирности там для этого надо шрифт иметь вот как здесь вот видите есть hint hint 300 hint 500 то есть это hint normal это вот это все тот же один тот же шрифт только с разной насыщенностью 700 более жирные 600 поменьше и так далее если вам из этого списка шрифт никакой не подходит тут вот есть dosis тоже со своей насыщенностью то я чуть позже сейчас покажу как можно расширить шрифты в этом списке именно но я пока просто выберу 10 эрил если вы выбираете то желательно его надо выбрать чтобы не был разброс по шрифтам до глазами пробежались переходите сюда тоже эрил эрил субменю не забываем тоже но если даже субменю вы не выводите вот у нас субменю не запланировано то можете здесь шрифты как бы нигде не трогать дальше переходим это для заголовков для всех заголовков сайта links это ссылки шрифты для всех ссылок для параграфа выставляем шрифт дальше поиск тоже есть для поиска шрифты здесь есть шрифт здесь для разных частей сайта почитай то тоже есть то есть обязательно надо чтобы вы прошли везде где есть выбор шрифта и выбирали один шрифт но стилистика стиль может быть разный дальше футер футера кстати картинка здесь стоит захотите поменять либо color вместо картинки в самом низу где мы с вами только что работали здесь тоже у нас есть шрифты и мы подбираемся с вами к типографике вот здесь вот как раз links не забываем шрифты для ссылок здесь для параграфа здесь много где есть выбор шрифта тег h1 то есть заголовки первого уровня для них шрифт то есть здесь скорее какой-то жирный должен быть это надо выбирать и смотреть на сайте для тега h2 для тега h3 для тега h4 и так до тега 6 вот здесь вот все надо шрифты менять не забывайте про вкладки блок даже если блок вы не используете то можно вот виджет допустим для виджета обязательно меняем шрифты поменяли и не забывайте что у нас есть вот такой портфолио и здесь отдельно надо смотреть шрифты то есть заходим нашу консультацию вот здесь вот ставим если мы google шрифты используем чтобы галка здесь стояла использовать google шрифты вот здесь вот раскрываем single page одна страница open sun стоит и вот здесь вот надо искать тоже шрифт можно по названию и выбирать его здесь это первый момент второй момент что надо зайти в каждую плитку нажать вот на эти текста который на черной плашки нажимаем заказать на крыльями точнее нас на текст заказать стиле видите шрифт вот здесь вот отдельно выбирается тут не только шрифт и цвет и размер и насыщенность меняется здесь вот допустим болт жирный и здесь ищите свой шрифт по названию вот и real допустим да и маленький текст который ниже тоже надо на него нажимать потом перейти в стиле тоже шрифт не выбран и и потом нажимается сохранить и так для каждой плиз очки заходим заголовок стиль выбираем потом не забудьте сохранить настройки вот я зашел с другого браузера у меня здесь есть такое приложение прикольно которое позволяет быстро смотреть шрифты вот на заголовок мышка нажима видите и real на текст нажима и real то есть везде и real у меня срабатывает то есть в отзывах заголовках это важно чтобы шрифт не скакал вот здесь вот видите му лишь шрифт я не поменял стоит му лишь и соответственно если мы раскроем там где мы меняли текст вот это все тоже меняется вы сами можете видеть что и real подставляется теперь как расширить шрифты мы с вами устанавливали в самом начале вот здесь у нас есть настройки ultimate addon мы с вами его устанавливали точнее у нас автоматически установился вместе с темой здесь мы видим google фонс переходим здесь справа мы видим шрифты которые уже есть на сайте и вот галочками я вижу помечена насыщенность open sans му лишь и так далее здесь мы нажимаем just click чтобы подгрузились шрифты google и здесь огромное количество вот я прокручиваю ползунок у 10 уменьшается и появляется все новый новый причем название шрифта сразу идет начертанием этого шрифта что мы видим как будет выглядеть текст но помните многие шрифты не поддержит русский значит они не будут так хорошо выглядеть как тут поэтому здесь нужно уже как-то заранее знаете экспериментирую и здесь есть поиск по которому вы можете найти тот шрифт который ну вы знаете название его давайте попробуем я пишу роботу ну популярный шрифт на сайте его нету и вот здесь есть робота робота конденсент разные всякие и чтобы появился этот шрифт списке шрифтов в настройках темы нам нужно добавить его в коллекцию можем хоть все роботы эти добавить вот робота верхней допустим смотрите это collection нажимаю как только я выбираю шрифт богат на насыщенность и мы увидим видите кириллик там кириллик вы можете галками отмечать и они в списке эти моменты будут насыщенность так который нужно наклонный текст там насыщенность тонкие очень тонкие буковки вот эти все все что я галками отметил это также будет все при выборе шрифта нажимаем на кнопку upgrade и теперь здесь этот шрифт у нас в коллекции и вот тут есть remove можно удалить шрифты которые нам не нужны и проверим переходим внешний вид хэзл стиле перейдем в типографику допустим для текста параграф робота 900 вот я выбрал идем на сайт вот я вижу робота буковки действительно стали жирные здесь эрил а здесь робота и так резюмируем передо мной была задача для клиента создать лендинг-пэйдж одностраничный сайт от того шаблона который он выбрал то есть он выбрал этот шаблон в том же стиле в том же дизайне нужно просто было заменить свой контент ну кое-что изменить под себя до убрать лишние блоки и добавить то есть аккордеон у нас тут не было мы его добавили клиент занимается профессиональной астрологией так что если вам интересно вы можете к нему обратиться за услугой ссылку вот на этот сайт на его сайт который ему создал я оставлю в описании под этим видео и всегда помните если вдруг этого видео вам недостаточно было остались у вас вопросы не забудьте что в папке с темы у вас есть папка документация здесь есть вот такой вот файл откройте его через браузер chrome chrome переведет здесь на русский язык здесь есть видео уроки от разработчиков слева влите меню и здесь со скриншотами много много есть пояснений более детальные то есть как настроить сам шаблон то есть мое вот это видео плюс вот этот документации я думаю вы без труда сможете настроить этот сайт под себя я надеюсь для вас видео было интересно и полезно оставляйте свои комментарии в описании мне будет интересно почитать ваши вопросы об этом видео об этой теме а я с вами не прощаюсь и очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов но вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему-то нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно сел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у коммерс элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram а Субтитры сделал DimaTorzok